МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами специальный выпуск тележурнала Оффроуд Драйв. Взгляд на мир с высоты дорожного просвета на единственный в мире ралли-рейт для прекрасных дам в Марокко. 180 девушек, затерянных в пустыне, а также Елена и Елена плюс японский внедорожник. 2500 километров за 8 дней по бездорожью и пескам Сахары без приборов навигации, сотовых телефонов и горячего душа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что вам рассказать про Африку? Визит Марокко. Приезжайте. На полном бездорожье с навигацией по буссолям. Русские газели Елена и Елена на Исузу Димакс начали свое 10-дневное погружение в сердце марокканской Сахары. Маршрут пролегает через Северная Марокко, горы Ирфуда, предгорье Атласа и Северную Сахару, заканчиваясь в самой западной точке Марокко на берегу Атлантики, в порту Эс-Сауира. Ой, здравствуйте. А вы что снимаете? Мы спросили бы, что-нибудь интересное для телевизора. Мы видели белую верблюдицу с совершенно белоснежной верблюжонкой. Они стояли в пустыне, как из вояне. Красота. Предназначенная исключительно дамам, любителям и профессионалам, ралли Аиша де Газельс – самое крупное приключение среди женских технических видов спорта, основанное на навигации по старинке, когда критерий скорости уходит на второй план. В нём можно участвовать за рулём внедорожника, прототипа, грузовика, на мотоцикле или квадроцикле. Нет смысла к трём часам дня возвращаться на Биво, а гораздо приятнее провести время здесь и с подружками, помочь им. Может быть, завтра они помогут нам, и, думаю, во взаимовырыжке и дружбе заключается смысл этого ралли. На старт ралли «Газели-2008» вышли 86 экипажей внедорожников и российский экипаж номер 186. Полное бездорожье. Из навигационных приборов только компас, линейка и карты. То есть использование электронных средств навигации запрещено. Мало того, запрещены даже мобильные телефоны. Всего «Газелям» предстоит проехать 2500 километров за шесть этапов. Восемь гоночных дней. Наши соперницы. Экипаж «Элизабет Жасинту» – единственный грузовик среди шустрых внедорожников. Португальская гонщица на этот раз решила выступить на грузовике «Ман», том самом, на котором она обычно участвует в Кубке мира и Дакаре. Прошлогодние победительницы ралли «Газели» Карентин и Флоранс тоже участницы Дакара на «Тойоте». В последние годы дочь президента Сенегала Синди Еливат принимает участие в африканском марафоне. На этой гонке она со своим штурманом Валерий Дот, стюардессой. Это только кажется, что легко. Я хотела проехать выбранным курсом, но здесь у каждой пальмы, ямы, и там и тут, поэтому мы сели. Итак, первый этап ралли начинается в очень беспокойных погодных условиях. 220 километров идеального маршрута следовало пройти за 9 часов 35 минут. Найти 8 контрольных пунктов под палящим солнцем. «Газели» разобрались по 4 маршрутам, соответственно, А, Б, С и Д, одинакового уровня сложности и при одинаковой протяженности дистанции. У испанской актрисы Ирэн Сальвадор, не в первый раз принимающую участие в ралли, банально сломался от плохого топлива бензонасос. Елена Правдина и Елена Голубкина быстро и чётко нашли все контрольные пункты, хотя и потеряли запаску. Здесь было масло, его больше нет. Ещё здесь было две запаски, осталась одна. Ну и вот он, так и лаз на море, у меня ничего не осталось. Его, похоже, кто-то сгрыз. Дождь, ветер, песчаная буря обрушилась на Бивуа. Палатки с трудом сопротивляются порывам ветра, песок сжёт глаза. Некоторым участницам приходится спасать свои домики. Второй этап. Петля на ежах. 177 километров идеального маршрута. Время, необходимое на его прохождение, 10 часов 30 минут. Песчаная буря не дала отдохнуть газелям и организаторам. Пришлось отложить старт на два часа. Но это без учёта дождя, который затопил Бивуак, место стоянки газелей. Равномерно рассыпанные повсюду булыжники ограничили скорость передвижения машин практически до пешеходной. Многие приехали затемно. Лены прошли плато на большой скорости и взяли все 8 КП ещё днём. Ну так, намотали немножко. Я слишком быстро езжу. Проскочила Сипи в 30 метрах и даже не заметила. После чего 10 километров сюда, 10 километров обратно. Это хихикает. Кольцевые гонки в трофе – это возможно. Тульские засеки – соревнования с оригинальным названием и не менее оригинальным форматом. Двухкилометровая трасса представляла собой замкнутое кольцо, на каждый метр которого приходились броды, крутые горки и другие внедорожные препятствия. Техносостав участников – от них до свободного класса, подготовленных машин ТР-2. У первых почти 70% схода из-за лебёдок, но и хорошо подготовленным в маленьком карьерчике мало не показалось. Трофе-риды вообще не очень зрелищный вид спорта, если он проводится под традиционным правилом. Где-то в лесу едят какие-то грязные машины. А используя формат целых гонок на небольших красках, мы достигаем того, что, во-первых, зрителям удобно, а во-вторых, очень удобно работать прессом. Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам «Маршрут 1000» пройдёт в Волгоградской области, в сердце самой северной пустыни мира, площадью около 200 тысяч гектаров. Гонка протяжённостью около 800 километров стартует 17-го и завершится 19-го апреля. На песок придётся более 90% скоростных участков. Среди спортсменов – гонщики листа приоритета «РАФ», легендарная команда «КамАЗ-Мастер» и более 50 участников чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам. Сейчас гонка выстроена не такая длинная, но есть одна изюминка. Так скажем, она ведёт абсолютно по глухим местам, и 99% – это песка. Да, это не барханы, это заросшие барханы самой северной пустыни мира, но существует всё равно уникальная возможность три дня покататься по чистым пескам, хотя мы и в России. Петля на ежах-на ежах. На этом этапе предлагалось два варианта маршрута. Один через высокие дюны, и другой через небольшие дюнки и поравнини, то есть более лёгкие, дающие мало очков. Российский экипаж оказался среди четырёх команд, выбравших прохождение контрольных точек по категории «Х», максимально сложной. Сдулись перед песочками, радостно их проехали, ну так, конечно же, объезжая, потому что она вообще по песке не едет. Мы даже не смогли сдёрнуть застрявшую машину. А после песочков захотели накачаться, но компрессор отказался это делать, поэтому едем на скачанной резине по камням тихо-тихо, медленно-медленно. Нам главное успеть до 7 часов взять все капеи, и, возможно, бивак уже ночью ехать. Этап четвёртый. Марафон. 358 километров идеального маршрута. Необходимое время на прохождение – 21 час. Этот этап продолжался двое суток, 48 часов, без промежуточного бивуака и, соответственно, без технического обслуживания вечером. На практике оказалось, что этот этап стал самым сложным. Какая по счёту посадка? Честно говоря, не знаю, раздражается же этот вопрос. Восьмая, десятая. До финиша ралли «Газелей» полторы тысячи километров. Наши девчонки помяли заднюю дверцу, порожек и пропустили один контрольный пункт по ошибке. И всё равно в лидерах. Лен, нам не обязательно на дорогу. Мы можем зарезать. Как-то вот так. Как скажешь. А? Как скажешь, говорит. А то покопаем ещё. Экипажи продолжали прибывать в бивуак до самого утра. А некоторые уже не собирались стартовать снова. Ещё бы. Ралли «Газелей» – это армия для девушек. Подъём в 4 утра, палатки, спальник, солдатская еда. Ужасно жарко. Ну, а мы внутрь каски воды наливаем и ничего вроде. Позавчера мне единственная мысль была, когда же это всё кончится. Ой, сегодня мы спали как потрясающе. Мы сегодня ночевали в одиночестве. Вообще больше никогда у экипажа не было. Самый большой герб, который у ЧГГ. И мы на его вершине ночевали. Почему, Ленка ночевала в палатке, а я просто в спальнике. Легла, спряталась там за дюну и в спальнике, значит, без палатки. Ничего, смотрела на звёзды, так и заснула. Такой класс просто. После выматывающего двухдневного марафона пятый этап, уводящий дальше вдоль алжирской границы к новому лагерю, был относительно лёгким. Затем огромное пересохшее озеро и опять песчаная буря. Лидируют француженки на Тойота HDJ80. На второй позиции Элизабет Жасинту, третий тоже француженки на Митсубиши Паджеро. Наши призовой десятки. 27 марта сегодня. О, это четверг. Что? Кто бы мог подумать? Позади 8 дней и 2500 километров. Пляж городка Эссоуира. 18-й финиш ралли газелей. Первое место – экипаж номер 105. Катрин Хулле и Армель Медар. Франция. Да, дюны были очень тяжёлыми, и вот именно это колесо может стоить нам пообеды. Отрывы в лидирующей группе класса внедорожников совсем малы. Россиянки Елена Голубкина и Елена Правдина за всю гонку набрали лишь 355,96 штрафных очков и заняли восьмое место. И самое главное – единственный российский экипаж вошёл в десятку сильнейших экипажей со всего мира. Скоро маршрут «Тысяча». Специальный репортаж из волгоградских песков. Редакционная «Тойота» на заокеанских горках. История американской экспедиции. Это был тележурнал «Оффроуд драйв». Взгляд на мир с высоты дорожного просвета. Всем полного привода! Редакционная «Тойота» Субтитры создавал DimaTorzok